Несколько недель тому назад на украинском радио, зарубежной редакции вещания и навещания украинского радио, была через два дня после ухода Евгения Александровича передача его памяти. Меня позвали в ней поучаствовать, и вот выяснилось, что ведущий и другой участник диалога толком не могут ответить себе на вопрос в 91-м году, почему Иташенко, собственно говоря, оказался в Америке. А его пригласили лекции читать. Здесь никто не приглашал. Вот Ефим Леонидович говорил о том, что он в Кремль бы не пошел. Да, но и оттуда никаких приглашений не неслось. Он никому не был нужен после Горбачевской России, я имею в виду из людей, принимавших так называемые принципиальные решения. И в эту маленькую талсу, о которой вообще в России толком узнали именно в связи с тем, что Иташенко стал приглашенным профессором тамошнего небольшого университета, его пригласили преподавать отнюдь не литературу, и отнюдь не историю, и не поэзию. Он оказался в роли лектора о теории и истории мирового кино. И блестяще справился с этой задачей. Это я к тому, чтобы представить слово следующему участнику сегодняшнего вечера. Сотрудник представительства Россотрудничества Евгений Леонардович Гороховский, кандидат исторических наук, защищался по исторической хронологии, работал много лет научным сотрудником Музея Александра Сергеевича Пушкина. А в Россотрудничестве, как прекрасно известно многих сидящих в этом зале, в органах еженедельную кинопрограмму. Вот такие интересные зигзаги. Ничуть не менее интересные, чем то, что Евтушенко оказался профессором теории и истории мирового кино. Слово Евгению Гороховскому. Пожалуйста. Большое спасибо, Владимир Иронович. Коль скоро речь пойдет о кино, то мы сейчас с вами и начнем с просмотра двух небольших, да, трех небольших фрагментов из одного абсолютно знакового фильма в истории не только советского члена кино, но и мирового. Прошу вас, пожалуйста. Там, по-моему, с отделом. Там, по-моему, с отделом. Там, который имей огромное значение в истории отечественного кино. Это, пожалуй, совершенно потрясающая, необыкновенная картина поколения детей войны, того самого поколения, как у него жалую фишинку. Зал Паритетнического музея Москва. Терева коварная под корень рубит, но проявляя, как бать заботу, Москва коварная студентов любит. И молчает, дает работу, ночь над перроном идет на убыль, Сгружают медики под песни уголь, Сгружают винтики, сгружают пинтики, Дрова и сахар, цвет и финики. Сосстатар губами пришел и за страхами, Его встречают чуть ли не за странами. Студенты-грузчики, такие страшные, Летают в воздухе, Арбузы страшные, И с уважением глядит милиция И на ме-итовца, И на ме-итовца. Мариана Вертильская и Геннадий Попов. Я думаю, что это вы никогда в жизни не верите. Меня чуть не убили, сейчас приходят, просто по частям продирались. А мы уже дипломники, Нам защищать дара, Трещат шкапу под пломбами Мои выговора, Бутылью керосиновой, Андрей Вознесенский, Сидит в уголоке буржава. Харилочка Красильникова, Он, Гарин, Прощай, архитектура, Сылает их широко, Хоровники, Бамбура, Райк-клубы, Гробоко, В чем выгорело, Начинство, Милиции полно, Все кончено, Все накидо, Ай, да, Кино. Умаю, Неужто вы Все это После Потеряете И тише станете травы, Умильно руки потирающие Средь вас такие будут Да, Об этом не забудьте, Но черта зла, Но черта зла Вы все Такими будете. В том качестве, Которое обычно называется В нынешней, так сказать, Кинообиходной такой вот Речи камео, То есть, когда человек появляется В некоем художественном фильме В качестве самого себя. И вот это самое камео, Оно во многих отношениях Знаковое. Вот в таком же режиме, Если можно, Лега Владимирович, Вот как вы давали Геонид Ромича Слайдшоу, Значит, Это фильм знаковый Еще и в том отношении, Что он оказался героем, Одним из героев, Вернее, И антигероев, Как угодно, Того самого скандала, Учиненного Никита Сергеевича Крущева На большом, так сказать, Форуме, Созванном, Советской интеллигенцией И так далее, С писателем Иусилием Аксеновым, С поэтом Вознесенским, Которого только что Видели и слышали, Здесь он вначале читал За кадром, И потом чуть-чуть, Это был тот вечер, На котором Все испугались, В общем-то, Когда Крущев начал кричать, Там, Бить кулаком по столу, Вот мой рост, И так далее, И Тушенко встал один, Единственный, Это очень четко его характеризует, Один единственный человек, Круг встал И сказал, Никита Сергеевич, Не надо так, Смысл был такой, Теперь не то время, Когда исправляют могилы, Вот, Крущев, Вот, И так же осекся, В общем-то, Там еще такое, Потом вдруг У него дома, У Тушенко, Через день или два Раздался звонок, Вот ему позвонил, Все грустил, Что ты меня там ругал, Вот такой секунду, Я вас не ругал, И с речи, Так, Ну вот так, Тут ему говорит, Значит так, Слушай, Вот, Я тебя приглашаю На новогодний банкет, На прием Кремль, Вот, Придешь, Подойдешь ко мне, Или я к тебе подойду, Посмотрим, Вот, И мы пройдемся с тобой, Вот, Это будет, Это для того, Чтобы тебя не сожрали И не повыплевывали Твои пуговицы, Вот так было сказано Хрущеву, Согласно воспоминаниям Самого И у меня с тобой, И у меня с тобой, Вот, Вот, Стоп, На этом остановимся, Вот, Это, Примерно то же время, Или там, Через год, Или два, Фильм, Снимавшийся, Как раз тогда, Когда выходил, И с многими приключениями Выходил на экраны, Фильм «Застава Ильича», Он в том же 64-м году, В котором был сделан фильм «Якуба», «Застава Ильича» вышла на экраны В урезанном виде, С отрезанным вот этим куском, Полностью вот этим вечером В техническом музее, Где вообще, Это, конечно, фантастический эпизод, Я советую вам, дорогие друзья, И фильм посмотреть этот, Кто его не помнит, Или мало помнит, Целикон, Именно в этом варианте «Застава Ильича» И параллельно, В прокатном варианте, Который называется «Мне 20 лет», «Застава Ильича» Длиннее примерно минут на 20-25, И она содержит те куски, Которые вообще были пересняты С другими актерами, Там разговор героя С отцом, погибшим на войне, И так далее, Вот, и здесь мы тоже, Здесь в этом зале, Некоторое время тому назад, Мы смотрели, Мы знакомили с обоими вариантами Этого фильма, Чтобы понимать, Что там происходит, В том же 64-м году, Когда перемонтированный, Переделанный фильм «Застава Ильича» Вышел на экраны Советского Союза, Под названием «Мне 20 лет», Илья Александровича Тушенко Впервые выступил В качестве кинодраматурга И оказался соавтором Сценария фильма, Которому суждено было занять Одно из исключительнейших мест В истории не только советского, Но и мирового кино. Это третий фильм, Это фильм третий, Третий, можно сказать, Такой вот своеобразной Ассоциативной трилогии Двух величайших кинематографистов В истории киноискусства. Это кинорежиссера Михаила Калатозова И оператора Сергея Урусевского. Фильм называется «Я Куба», «Сой Куба» По-испански. И Тушенко был Соавтором сценария Вместе с Кубинским Кинотраматургом. Это абсолютно грандиозная, Фантастическая, Невероятная, Артхаузная, По-тепережнему языку Говоря, кинопоэма, Состоящая из четырех новелл. Две первых демонстрируют Кубу времен Батисты, Как всеамериканский Публичный дом, Как место невероятной Эксплуатации, Жесточайшей эксплуатации Вот этих рядовых, Этих рубщиков Тростника вот этого Самого Сахарного, Как третья новелла Посвящена Началу революционного Движения, Молодежному движению, Жестокому подавлению его, И четвертая новелла Борьбе партизан Фиделя Кастро, Гарактия Ромаэстро И, так сказать, Пути и к победе революции, Которая наступила Там в 59-м году. Совсем недавно Великий, величайший, Величайший революционер В 20-го лета Фиделя Кастро ушел Незадолго до И в жизни как-то Так получилось. И вот эта картина, Которая невероятная Совершенно, Кадры, Я не буду сейчас Говорить на пальцы, Просто у нас нет возможности Это показатель, Это большой двухсерийный фильм, Он идет там Чуть меньше трех часов, И то есть вот те из вас, Кто любит вкусное, Настоящее, Стильное кино С фантастическими совершенно Находками, Операторскими, Режиссерскими, Достаточно сказать, Что у Русевских Впервые, И кажется, Первый и последний раз На живом кино Одним куском, Одним кадром, Без единой монтажной склейки, Значит, С верхнего этажа Спускается на лифте, На какой-то там Нижний этаж, Идет к бассейну, Камера идет к бассейну, Ныряет в бассейн, Выныривает из этого бассейна, И продолжает движение По этой самой Месту отдыха, Каких-то этих самых Деверных мешков, И Кубы, Конкурс, И так далее, Великолепная музыка, Короче говоря, Вот какого рода кино Написал Евгений Савчий Тушенко, И, ну, Главное, конечно, То, что там звучит, Это его Небольшая поэма В прозе Якуба, Которая читается По-испански Великой Кубинской актрисы Рокеля Уэльта В переводе Там Навременно Синхронный текст Ниля Никитиной Якуба Там Христофор Калвун Открыл И люди, Которые встретили Его С цветами Ну, Как у нас говорят Хлебом с солью Не знали Чем будет чревато Это открытие Америки Ну, так далее И тому подобное И вот дальше Немножко, так сказать Пускай Несколько Каз Вот, стоп Вот этот А этот кадр Из Первой Режиссерской Работы Евгения Александровича Но о ней Мы поговорим Немножко позже Сейчас Дальше, пожалуйста Посмотрим Несколько Эпизодов Это вторая Режиссерская работа Которая называется Похороны Сталина Первая Детский сад Дальше, пожалуйста Следующий Вот А это Те, кто 66-го года Это первый Фильм спектакля Фильм Моноспектакль Евтушенко Это Такая вот Экранизация Его исполнения Поэмы Братской Одесс Совершенно Великой Поэмой Ну, можно еще Там Покрутить Несколько слайдов Это все Оттуда Вообще-то Говоря Вот в прологе Братской Одесс Евтушенко Обращаясь К великим Русским поэтам Своим Пришественникам Как вдохновителям Его На эту работу Пушкину Лермак Некрасову Пастернаку Обращается К Маяковскому Дай Маяковске Мне Глыбастость Буйство Бас Так вот Своей работой В кино Он в какой-то мере Тоже Следовал Традиции Владимира Темча Маяковского Который Снимался В кино Как актер Фильмах Барышня и хулиган Писал сценарий Не позабудь Про камин Который превратился Потом в пьесу Клоп И Как режиссер Значит Делал картину Не для денег Родившись Ну, такая Вольная экранизация Джека Лондонского Мартина Эдена Вот Со мной вот что происходит Это одна из песен На слова Иштушенко Прозвучавшая В знаковой Картине Ирония судьбы Которые знают все И которые помнят всех Со мной вот что происходит Ко мне мой старый друг Не ходит Но ходит В праздник В статье Однообразные те И так далее И тому подобное Но Дальше давайте Дальше пожалуйста Значит Или уже Все да Последнее Да Вот А сейчас мы с вами Посмотрим Отрывки из фильма Где также Впервые В своей жизни Илья Санчетушенко Выступил в качестве Киноактера Исполнитель главной роли Уже не камео Пожалуйста Печальная Трудная жизнь Подходит к концу Я ухожу со сцены Практически Ничего Не совершив Только что ясно Здесь священник Ладно Бог с тобой Константин А вот Гадай-ка мне Игнатик Загадку Что стоит Возле чаю Каша А вот Нет Тороп Иголозди Чаю Стоит Воскресение Мертвых Ибо сказано В символе Веры Чаю Воскресение Мертвых Константин Эдуард Мертвых Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так вот он именно Евтушенко видел в роли главного героя Есть великолепные фотопробы, они опубликованы в его воспоминаниях, неподведенные итоги Но, к сожалению, тогда Евтушенко был подписантом каких-то писем, возможно, речь шла и стихотворение о обсуждении «Танки идут по браге» Короче говоря, на студии Рязанову сказали «Бери любого актера, которого хочешь, но только Евтушенко» Вот так вот, этот фильм не осуществился, но Савва Кулич снял его в роли Циолковского Это очень интересное кино, большой двухсерийный фильм, где Этушенко, я думаю, что он блестяще справился с ролью человека, у которого почти всю жизнь сознательную была репутация городского сумасшедшего, неудачника, который создал теорию преодоления тяготения Земли и, так сказать, возможности выхода в космическое пространство еще в конце 19 века, публиковал свои книжечки, которые за свой счет, которых никто не читал И тот, который, между прочим, только при советской власти получил признание, получил возможность работать, уже не, так сказать, оставить преподавание Он был до революции учителем женской гимназии, там, вот в этой самой Калуги А вот, и вот Евтушенко сыграл эту роль, это не был не первым исполнителем его лица Циолковского У него было еще два фильма, в том числе и хороший фильм с актером Кольцовым, Человек планеты Земля Вот так вот, было еще несколько фильмов, в которых Евтушенко, опять же, снимался в качестве камео Между прочим, один был совершенно невероятным Это был шведский фильм «Я любопытно в жопу» Фильм, занимающий исключительное место в истории мирового кино Это одно из знамен сексуальной революции, вместе с тем одно из знамен артхаузного кино мира Его режиссер Вильгард Шоман, это тоже классик мирового кино, ученик великого имбра Бергмана Так вот, в начале этого фильма есть чисто постмодернистский, провокативный эпизод Когда Евтушенко выступает перед такими студентами-леваками какого-то шведского вуза или нескольких вузов Там они социалисты, или троцкисты, или мауисты, там Бог их знает Там он мечется по сцене, там что-то с микрофоном какие-то происходят, проблемы Но потом, как-то, находится какой-то микрофон, такая неловкая ситуация очень И он вдруг начинает читать, между прочим, Бабия Прочитывает первую эстрофу И на этом фильм переходит к другому эпизоду И Евтушенко как бы забывается Ну вот, это знак Это такое кино, и появление в таком кино Евтушенко – это абсолютный знак Это имя, это авторитет, это видение, это символ Советского Союза Как цитадели тогдашнего, так сказать Одной из цитаделей того социализма, на который ориентирует Там героиня, там, задает, он на фильм «Вопросы», а вы верите, что светский социализм? Там, скажем, пристает, там, каким-то людям наводится В качестве камео И Евтушенко появляется также в музыкальном фильме Вообще-то, фильм «Бенефис Софии Ротару», который называется «Письма завжды знам» Вот фильм украинского телевидения, между прочим И вот последнее, о чем я хочу сказать Это, значит, в конце, конец его кинокарьеры Как профессионал Уже, так сказать, приходится на конец 80-х То есть на 80-е и 90-е годы Вот в 90-м году кончается его карьера как кинематографиста Ну, я не говорю, что его появление в документальных фильмах О всяких комментариях Тут фильмография целая, тут целая страница документальных фильмов Даже больше Вот, но в 80-е годы он поставил два фильма как кинорежиссер Причем фильмы эти, фактически, один как бы продолжает другой Это фильм «Детский сад» Фильм о его детстве И фильм «Похороны Сталина» Это фильм о его юности Вот, и сейчас мы с вами посмотрим Я не буду комментировать, не буду много раз усоливать Вот, посмотрим фрагмент из первой части Фильма «Детский сад» Который, в общем-то, является кавертоном Как все эти картины Еще раз, говорю, это большая, двухсерийная картина И те из вас, кто интересуется И, в общем-то, настоятельно судьбу могут посмотреть Спасибо большое за внимание Да, еще хочу сказать Что в обоих из этих фильмах Он появляется в качестве исполнителя Маленьких эпизодических ролей В общем, таких вот очень своеобразных персонажей Вот, одну из которых вы здесь увидите Субтитры создавал DimaTorzok Настанет новый, лучший век Исчезнут очевидцы И мченья маленьких коллег Не смогут позабыться Борис Пастернак Левый! Левый! Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины Над ширью пашин и полей И у берез и тополей Спросите вы у тех солдат Что под березами лежат И вам ответят их сны Хотят ли русские Хотят ли русские Хотят ли русские войны? Только что он был писателем Владимир Крупин А вот сам В роли подростка Женя Мальчик Сергей Бусанов Скажи, а ты в шахты не играешь? Нет Какая жалость А мне сегодня так хотелось Разобрать мою любимую защиту Каракана Скажите А может быть вы? Здравствуйте 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 Скажите Нет Какая жалость Как ни печально Пойдется играть Самому с собой Все мои соперники Хосера Ульхапабланка Макс Эйби Ласкер В срочном порядке Эвакуировались в Сибирь Никто не знает, что я Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому